Хочу там денег, хочу переезд в Америку. И человек сидит и думает, что это действительно правда. Я тебе продам сейчас, тебя ждёт успешный успех. А не страшно ли вам менять это будущее? Менять мозги надо. Взаимосвязи между деньгами и счастьем нет. Я хочу такое найти, чтобы я вот это прочитал, и училка, извините, сдохла. В смысле? Как стать успешным, заработать много денег и быть счастливым? Такие занятия и тренинги сейчас особенно востребованы в интернете. А раз есть спрос, есть и предложения. В соцсетях свои услуги продают десятки тысяч людей, называющих себя коучами или тренерами по личностному росту. В Госдуме решили, что эту сферу нужно упорядочить и создать реестр коучей-шарлатанов. Сейчас этот вопрос никак не регулируется, чтобы продавать онлайн-курсы, даже лицензия не нужна. В итоге сотни тысяч людей остаются обманутыми. Помогут ли эти меры? В этом пока многие сомневаются. То есть, если это инициатива государства, просто приобретите лицензию, заплатите государству за лицензию и продолжайте делать все то же самое, что делали, плюс, я думаю, что вот эти все блогеры и коучи заложат эту стоимость лицензии просто в свои курсы и вообще никак от этого не пострадают. Либо же это будет какая-то комиссия, которая будет проверять на адекватность вообще это обучение. Надо ли бороться с интернет-коучингом и как отличить настоящего специалиста от шарлатана, об этом поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии Ксения Алицарева, руководитель научно-образовательного центра гуманитарных наук ВИАТГУ, Наталья Халтурина, коуч, и Павел Шапкин, предприниматель, который вошел в рейтинг Forbes как один из самых влиятельных лиц киберспорта СНГ. Здравствуйте. 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 В этом опросе каждый второй человек в России обращался к коучам. И Международный университет глобального коучинга заявляет, что ежемесячно в компании, которые занимаются подбором лайф-коучей, поступают около полутора миллионов запросов. Вот интересно насчет вас, обращались ли вы к коучам когда-либо? Я лично прямо сейчас занимаюсь коучем. Интересно, прям так все подходит у вас. Да, я прямо сейчас занимаюсь, взял на месяц курс за 20 тысяч рублей, еженедельные занятия по часу, с разбором самых каких-то напряженных тем, прям выворачиваясь все изнутри себя. Как инструмент самоанализа это работает. Почему не психолог, а коуч? Чем это отличается? Коуч, ну, вы расскажете, наверное, поподробнее, но коуч, он, по крайней мере, в моем случае, отличается тем, что это не директивно, тебе не рассказывает, что нужно делать. И коуч... А психолог и тоже не рассказывает, что нужно делать. Психолог в прошлом больше копается, ну, он такой аналитик. Да, психолог больше в прошлом копается, и типа, как твой прошлый опыт влияет на твою сегодняшнюю жизнь, разбирается и, типа, работая над прошлым опытом, вот мы сегодня меняем следующий день. А коуч, он конкретно сегодня, что тебя тревожит, давай разбираться, прямо здесь сейчас что сделать, какой план действий. То есть он больше дает пинка или мотивации какой-то? Да, он не дает пинка. Он в будущее направляет тебя, вот твою цель выясняет, да, чего ты хочешь. Не то, какой ты раньше был, даже не то, что, может быть, есть сейчас, а то, чего ты хочешь, и как к этому прийти. Он помогает тебе открыть, вот как бы эту дорогу, грубо говоря, не давая тебе советов. Вы когда-нибудь пользовались коучем? Я хочу спросить, я хочу, нет, я хочу спросить, а в чем тогда разница между тренером и, например, учителем или преподавателем? И коучем. Я могу ответить на это тоже. Вот это коуч, тренер, преподаватель. Я лично, лично я не обращалась. Но дело в том, что у нас есть, ну, наш университет, он передовой, и нас обучали, и обучают тренеры, и вот мы должны сами совсем скоро стать в узкой только такой специализации, эффективной коммуникации, видимо, тренерами. А, то есть у нас даже и в университетах тебя относили к этому очень. Мне поэтому очень любопытно вот видеть прекрасных молодых людей, и я вот их задаю. А разница-то в чем? Ну, с психологом, допустим, ладно, понятно, у него есть все-таки психология, это наука, извините, да? А коуч – это, видимо, вид деятельности. Тогда в чем разница? Коуч – тренер. И я всю жизнь была, понимаете, преподавателем, да? Ну, так скажем, учителем, да? И в чем разница? Вот как вы это видите просто? Вот смотрите, то есть есть учитель и тренер, да, это, да, директивный метод, то есть тебе говорят, какие шаги тебе, да, нужно сделать. То есть я могу простую метафору привести, например, футболиста, да, который на поле. Тренер ему говорит, вот мяч, вот ворота, подойди к мячу, стукни по нему, и ты должен попасть в ворота. Это позиция тренера и учителя. Позиция коуча такая, вот мяч, вот ворота. Хочешь ли ты? Нет. Что ты можешь сделать для того, чтобы мяч попал в ворота, чтобы забить гол? Все. То есть он не дает ему, что надо делать. Он спрашивает, как ты будешь забивать гол? А зачем? Разве сам футболист не знает, что нужно сделать? Ну, это же элементарно, и, казалось бы, все на поверхности. Ну, вот, то есть позиция именно тренера, он же тоже ему говорит, что надо сделать. Нужно подбежать с такой-то скоростью, там, да, ты должен думать о воротах, ты должен, то есть вот позиция тренера, ты должен делать вот так, должен думать об этом. Позиция коуча, что нужно сделать для того, чтобы добиться цели? Видимо, можно я все-таки вас перебью? То есть так, тренер несет ответственность. Да, а коуч не несет, абсолютно верно. Вот, а коуч ответственность. Это очень удобно. Наоборот, это как раз-таки очень удобно для человека, который ставит цель. Почему? Потому что люди идут, зачем к психологам? Они как раз хотят снять с себя ответственность, что, ребята, меня вырастили в плохой, бедной семье, именно поэтому я бедный, я не несу ответственности. Может, ты, дорогой психолог, за тысячу рублей мне поможешь выбраться, а потом, если он ему не помог, еще и обвинить психолога. То есть коучинг как раз и дает такие инструменты, чтобы человек брал на себя эту ответственность. То есть ты хочешь эту цель, как ты ее будешь добиваться? Коуч только где-то может направить вопросами, но никак не... Потому что в коучинге уже давно доказано, что никакие советы, никакие директивы, они не помогают человеку. Человек все равно делает по-своему. Но я думаю, это с этим сталкивались даже на бытовом уровне, когда вы говорите, ты чего там делаешь? Делай вот так. Но никто не делает по-вашему. Все по-своему делаю. Я как потребитель услуг коуча могу сказать, что это достаточно необычный опыт, когда ты приходишь на некий сеанс, и когда на протяжении часа ты слышишь только вопросы. То есть ни одного утвердительного предложения, только вопросы. И эти вопросы заставляют погружаться куда-то внутрь себя. То есть есть определенная методика, технология, заставляет погружаться внутрь себя и как-то разбираться с этим. Павел, вам зачем коуч? Вы хотите стать еще успешнее? У каждого из нас есть какие-то вещи, которые нас тревожат внутри, с которыми непросто бывает разобраться самостоятельно. А когда начинаешь разбираться самостоятельно, сядешь сам на стул, начнешь думать, и через час в итоге в каком-то ужасном негативе думаешь, что все против тебя, например, уходишь в расстройстве. А не обязательно коуч. Я и к психотерапевту ходил, и к психологу. На Западе это абсолютно нормальная практика, согласитесь. То есть наличие индивидуального психолога, сейчас мне не коучиками, а психолога, у человека на Западе это абсолютно 100% распространенная практика. Вопрос, наверное, к квалификации таких специалистов. А вот вопрос к квалификации специалистов, это же не вопрос к специалисту, а вопрос ко мне, какой выбор я могу сделать между всеми, кто представлен. Кашпировский еще и в 90-е годы нам воду заряжал и рассказывал, что сейчас я вам покажу, что такое заряд на успех, правильно? Это же ко мне вопрос. То есть я могу выбрать из всего многообразия предложений на рынке. У меня был выбор в последний раз. Пойти к психологу с моим запросом по бизнесу или пойти к коучу. Коуч, который я нашел, зарабатывает 500-600 тысяч рублей в месяц. У меня есть вопросы по бизнесу, которые мне нужно разобраться. Ну, ментальные, условно говоря. Так вот видите, Ксения Станиславовна, чем отличаются коуч от преподавателя? Что коуч зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц? Конечно, это мне понятно. Я понимаю, что вопросы, которые ментально у меня есть в бизнесе, он тоже проходил в своем бизнесе. И, ну, может быть, с психологом я не все могу обсудить. Но по идее коуч не должен свой опыт переносить в консультации. То есть он вообще может даже в твоем бизнесе не разбираться и как бы не помогать. Можно я еще вот одну ремарку внесу по поводу сертификации этой деятельности? Вообще коучинг сертифицируется. Есть международный стандарт коучей. Да, но мы там не нашли ни одного кировского коуча. Нормально, потому что... Смотрите, вот тут же, да, я могу вам сказать, психолог. Что такое психолог? Как у нас сейчас люди заявляют, что они психологи? Он 9 месяцев курсы прошел, и он психолог. На самом деле так не работает. Чтобы нормальным быть психологом и консультировать, нужно пройти супервизию. И это огромные деньги и время. У нас такие тоже психологов нет. Так же 9 месяцев курсы прошел, и коуч. Какие 9-то месяцев, мне кажется? Да, это неделю могут пройти, и все. Нет, подождите. А чем вы имеете дело? Коуч? Вот вы лично, да. С целями, запросом по целям. То есть вы деньги должны заработать, да? Нет, с разными же запросами. А психолог, а психолог-то ведь, он ведь душу лечит. Но он работает с прошлым. Я скажу сейчас, а как стать счастливым, например? Нет, я думала бы только о деньгах. И вот как стать счастливым? И вы считаете, что если я... Нет, я-то о себе ничего не говорю. Но вот среднестатистический человек берет и видит там раз-два, как вы говорите, из всего многообразия, сколько, кстати, в Кирове, я не знаю, или где-то. И он способен выбрать? Способен понять, что это настоящее, а это ненастоящее. Как это происходит? Как отличается хорошего коуча от плохого? Только в процессе ты понимаешь, как бы ведет себя человек. Вот смотрите, я могу свой опыт рассказать. Как я вообще попала в коучинг? Я сама попробовала коучинг на себе, получила результат. Все, мне больше не надо рассказывать, плохой это коуч или плохой. Я получила... Или хороший. Я получила свой результат. Это и есть моя оценка, что да, окей, я с ним работаю. Я работала с разными коучами. И есть, ну, действительно, которые там еще неуверенные, неопытные. И ты это на первой консультации все чувствуешь. И просто дальше не идешь с ним. Вот, ну, не знаю, может, по-моему, другого. Просто люди покупают, действительно, курс за бешеные деньги, а потом в процессе курса понимают, что знаний никаких не дружно. А хорошо, а если коучинг несет ответственности, вот нам прекрасный молодой человек сказал, а я должен на ментальном уровне покопаться в себе. Где? В мозгах? Или в психике своей? Вы покопались, а коуч ответственности не несет. А не приведет ли вас это или этого человека, ну, я не знаю, к какому-то слому, да? Ну, просто к травме. Раз вы ответственности-то тоже не несете. Это опасно, как я понимаю. Получилось так, что мы, во-первых, разделяем. Есть коучи злые, ужасные, которые вытягивают у нас кучу денег. Есть психологи, которые лечат душу, они уже лучше. А есть психиатры, они вообще с высшим образованием медицинских. Они просто так же удают, и все. И это вообще прекрасные люди. Мне бы не хотелось вставать на защиту каких-то коучей. Просто в жизни существуют разные инструменты по работе с собой, с тем, чтобы разобраться, что я чувствую, и почему я это чувствую, и почему я не могу от этого избавиться. И поход к коучу, может быть, просто поиском ответов каких-то внутренних, никто вас не заставляет платить большие деньги. Есть коучи подешевле. По тысяче рублей. Возле центрального рынка, например. Вы знаете, я вас чуть-чуть перебью. Я вот вы все психотерапевт. Я не помню, у кого я была, но у меня был, правда, сложный такой период в моей жизни. И я пошла действительно за хорошие деньги. Ну, тогда это были приличные деньги. Это был, я, ну, наверное, психотерапевт. Прекрасная, милая женщина, все. И, правда, мне сначала было... Я выговорилась. Она мне задавала какие-то такие вопросы, что я вот, извините, рдала, да. Но я, когда уже пришла в третий раз, то есть почему? То есть вот первый раз, да. А когда я второй раз и третий, мозг я включила просто. Просто мозг, понимаете? То есть вот вы говорите, вам надо, а вот мне, например, не надо, вот, ну, я прошу прощения, я лучше в храм схожу или возьму Пушкина, перечитаю, или Лермонтова, или Есенина. И там найду, я там не найду, как зарабатывать деньги, но это понятно. Но если мы говорим, так сказать, об этой составной... Так вот, когда она мне задала вопрос, ну, мы с ней беседуем, а меня это уже стало немного как-то так веселить. А она мне говорит, скажите, а сколько... То есть она меня уличила, что я трудоголик, и что мне срочно надо все... Может, она и права, конечно. Сколько, говорит, вы можете сидеть и смотреть на океан? Ну, я подумала, говорю, 20 минут. А она говорит, почему? Ну, мне, говорю, достаточно посмотреть на эти волны, вот. А потом, я говорю, а потом ведь надо что-то делать, что-то жить-то надо, жизнь-то есть. Я говорю, ну, я уж осмелилась, говорю, а вы сколько? А я бы, говорю, смотрела всю жизнь. Больше я, конечно, не пришла. Но она мне, да, действительно помогла. Мы-то, вы и правильно говорите, надо делить, ну, и надо делить еще. И что это? Деньги? Подождите, Ксения Саниславовна. Числа воды? Вот что касается литературы, да, вы говорите, что там все ответы. Вот интересный комментарий социального психолога, его зовут Илья Суровцев. Он говорит, то, что люди стали часто обращаться к обещающим всем счастья, хоть и не даром, говорит об определенной инфантильности, прежде всего, молодого поколения. Люди по статистике неопытные, но амбициозные. Те, кому нужно все сразу и без приложения особого труда. Да и современное образование у нас ориентировано на предметность знаний, а не на то, как ими оперировать. Читать классику многие не хотят, а в ней ведь по полочкам разложены все житейские проблемы, поиски и пути их решения. Но извлекать уроки – это работа, куда проще обратиться к посреднику, который вместо тебя порефлексирует, подумает и выдаст готовое решение. Ну, по сути, Павел ведь нам сказал, что есть несколько способов. Вот и литература – это парадокс, но именно русская литература, мировая литература, для нас всегда была ответом на все вопросы. Но для этого нужно приложить усилия. Для этого надо… Коучу, который никакой ответственности не несет. Нет, а давайте тогда разграничим, о ком мы сейчас говорим. Потому что классический коуч, о котором я говорю только, который вопросами работает, это система вопросов. Это вообще одна история. Если мы говорим о создателе-марафонах, о таких экспертах, то это вообще другая история. И тут она должна быть какая-то. А давайте мы ваш пример разберем. Ну, то есть чем занимаетесь вы конкретно? Вот я конкретно занимаюсь системой вопросов. Я так понимаю, Павел, к кому и ходил. То есть я владею системой вопросов, которая работает с любыми запросами в будущее. То есть мы работаем с целями. Цель может быть любая. Хочу там денег, хочу переезд в Америку, хочу что-то… И мы по смарту, я думаю, люди, которые занимаются предпринимательством, знают, что это такое смарт. И другие еще есть параметры. Мы определяем цель, насколько вы вообще ее можете достичь. И нам клиент подтверждает, да, я могу ее достичь. И все. Дальше я задаю вопросы по системе. Не просто так из воздуха беру, по системе, да, благодаря которой клиент уходит от меня с четким решением, хочет он идти к этой цели или нет. С четким пониманием будет или нет. Систему вопросов можно в интернете найти? Наверное, Нать, можно. И, в принципе, по любой специальности, наверное, можно все найти в интернете. И в любом деле есть и плохие люди, и хорошие. А давайте поговорим о деньгах. Сколько, вот как ты, Наташа, думаешь, прибыльно это дело? Коучинг? Да. Надо выстраивать систему. Нужно много денег отдавать в рекламу, нужно там сарафанное радио. Потому что вот мне на данный момент приносит другая деятельность, мой доход, да. Этим я занимаюсь больше как хобби, и я начинаю это развивать. Но я точно знаю, что это приносит результаты. Я сама их получила, причем результаты для меня нереальные были. Подожди, мы про деньги. Павел что-то хочет добавить? Я, значит, занимался с двумя коучами. Вот. Могу вам сказать, сколько платил. С одним я платил 40 тысяч в месяц, с другим 20 тысяч в месяц. И сколько месяцев? С одним занимался на протяжении полугода, вот. С другим мне пока прошло два занятия. Приступаем к третьему. Так что можете сами посчитать, если он берет 10 человек, 15, 20, сколько такой человек может зарабатывать. Безусловно, если это шарлатан, то, ну, который может каким-то образом оказывать давление, влияние на своих сеансах, на сессиях, да, на сессиях. Вводить человека в заблуждение, он может достаточно много денег вытащить. Вот. Но другое дело, что ты должен идти туда, если, ну, скажем так, на хлеб, на молоко уже деньги есть. Ну, то есть вы чувствовали результат? Да. Да, однозначно. А вы вернули свои деньги, компенсировали себе в двукратном размере, ну, я условно говорю, да. Или вы просто туда, в будущее, вложили ценность. Я считывал, как... Релеванная? Нет, релеванная, конечно. А зачем к двумите, если, как говорит Наташа, что одинаковые вопросы? Нет, сначала было у одного, подустал вот чуть-чуть. Нет, что система-то одна и та же. Зачем тогда к разным темам? А может, у вас это образ жизни уже, и вы не в состоянии сами, простите, а только с коучем? Нет, ну, во-первых, у меня... Ищите там спасение. Может, батюшки тогда проще сходить? За моей спиной достаточно крупная компания и огромное количество стрессов. Много сотрудников. У нас там в какие-то моменты в компании сотни сотрудников работают. Это достаточно большой стресс, когда каждый день ты думаешь об ответственности. И в связи с этим появляются всевозможные, ну, разные в голове вопросы, проблемы, которые тяготят. И я просто ввел себя в привычку разговаривать с близкими мне людьми о том, ну, о том, что меня тревожит. И когда я привык к этому, я понял, что есть инструмент, что можно поговорить о том, что меня тревожит. Еще с человеком, который просто чуть поможет, ну, мне внутри разобраться. Еще одного. Все, это нормально, короче говоря. А у нас в России как? Так, у нас в России, если есть тяжело, ты сиди, как бы, соберись, там, узела закуси, иди вперед. А потом решишь вопрос. Мужчины не плачут, мужчины не ноют. Он ушел на охоту, тушу домой зарабатывает, ему некогда жаловаться. И так мужчины все в России живут. И рано умирают. И рано умирают. Я просто привык чуть по-другому. И коуч, это как один из инструментов поиска ответов. Все, не более того. Я хотел на другую тему. Я хотел на другую тему. Насчет Государственной Думы. Все инициативы, которые в Государственной Думе обсуждаются, из них принимается лишь один процент. Но реально имидж, то есть мы сейчас разговариваем на тему некого депутата, который свой личный имидж прокачивает. Как Милонов. Он привык, что можно просто вкидывать какие-то законы, потом вся страна это обсуждает, и у тебя социальный капитал уже появился, твой бренд лично развивается. И вот здесь они тоже занимаются тем, что... Ну, то есть вам кажется, что эту сферу не нужно никак приводить к какому-то порядку? Она уже сертифицирована. Есть сертификаты у коучей. Они уже получают. Ты можешь выбрать. То есть, понимаете, вот в Государственной Думе мы сидим с вами, получаем зарплату и думаем только, как бы еще что-то ограничить. Мы там, к сожалению, не сидим. А может, это, к счастью? А может, это, к счастью? Чувствуете, я программирую нас на попадание в Государственную Думу? Вот, лайв-коучинг. Так вот, сидим в Государственной Думе и думаем только о том... Что не надо, так пусть? У нас, ну смотрите, 1 числа придет зарплата. А мы с вами еще ни одного закона не предложили. Ну, давайте что-то ограничим, давайте что-то запретим. И вот так это и работает. Они придумают, господи, кого еще ограничить? Ну, вот депутат Госдумы Мария Бутина от Кировской области, она говорит, что коучи должны платить налоги, потому что зарабатывают они на самом деле хорошо. Давайте послушаем, что она говорила. Давайте. У популярных инфоблогеров очень серьезные доходы. И на сегодняшний день получается, что эти деньги проходят абсолютно мимо. Люди платят со своей заработной платы налоги, перечисляют это инфоблогерам, а те вроде как и, в общем-то, не при делах. Я считаю, что, конечно, это неправильно, потому что это несправедливо. Ну, у всех свои интересы, да, кажется, что... Платишь налоги? Я налоги плачу. Я самозанятая, я делаю курсы конкретные, да, у меня есть несколько курсов, и по ним я плачу налоги, у меня есть налоговый кабинет. Вот я как раз хотела и сказать, что мне кажется, эта инициатива на этом и основана, что нужны, как бы, да, налоги, делитесь. Вот. Я не против какой-то общей системы, но мне важно, чтобы это не превратилось просто вот в какую-то там машину, которая ничего не дает по факту, да, только сбор денег. Но вопрос вот как раз, сейчас спикер был, да, по поводу блогеров. Вот как раз, мне кажется, это вообще не коучи. То есть это вообще третье какое-то звено, с которым, возможно, тут нужно причесать. Можно разобраться вообще вот это вот все, потому что тебе все обещают, что вот ты посмотри, я тебе продам сейчас, тебя ждет успешный успех, ты будешь счастлив. Так это выбор людей, понимаешь? Вот люди наши, которые ждут вот этих волшебных палочек, что они сейчас делают медитацию, и сейчас придут деньги, вот эти карты желаний, которые я сама даже тоже делала. И нумерология там у тебя есть. Но я это делаю для изучения себя, своих желаний, потому что я, когда начинаю мечтать о том, чего я не могу как будто бы достичь, я тогда понимаю... Нет, Наташа, ты ведь это продаешь тоже людям? Что, нумерологию? Да. Да, продаю. Но я это продаю, как бы, это есть определенные энергии цифр, да. Я же не говорю, что это предсказание. Допустим, я против предсказательной какой-то истории, да. Но нумерология, да, она работает. Я это вижу на себе. Вы тяжело вздыхаете, Ксения Станиславовна. Да я вздыхаю, потому что у меня много вопросов возникает. Скажите, пожалуйста, вам не страшно манипулировать чужим сознанием? Вы же манипулянты в таком случае. Не страшно ли вам, вот вы говорите, это энергии, цифр? Ну, допустим, я не буду отрицать, а вам, и вы говорите, в будущее. А не страшно ли вам менять это будущее? А я его никак не меняю. И вы же ответственности же не берут. Понятно. Вот дал, а ты что хочешь, это же, ну, извините, незабавно. Мне кажется, это очень опасно. Я несу ответственность за те вопросы, которые я задаю, да, за то, что я владею профессиональной системой коучинга, которая не способна причинить вред человеку. Это проверено. Я, ну, на данный момент, да. А подожди, а где ты обучалась? Я обучалась, центр Гринберга есть в Екатеринбурге у нас, вот, у них коучинговый центр. Разный, я проходила несколько модулей, базовый курс, коучинг, делегирование, затем вот сейчас уже я прошла голографический коучинг. Ну, то есть это речь идет о каких-то нескольких неделях, да, днях? Ну, чтобы полноценно пройти программу, это, наверное, год, точно, вот. Плюс, чтобы попасть вот в эту систему сертификации, это еще очень-очень много работы с коучингом. А сколько людей обучается в этом институте? Ой, я, честно говоря, не... Ну, наверняка ведь много. То есть они по всей стране так же расходятся, коучи, с такими же знаниями, как у вас, получается? Да, да, наверное, да. Ну, я проходила сама коучинг у своих коллег, которые обучались со мной, да, там, девочки в Америке живут и в России, мне это дает результаты. Ну, понимаете, вот, вы когда сами попробуете, вы поймете, что с первой сессии все понятно, работает оно или нет, то есть не надо ходить там какие-то бешеные деньги. Вот, я несу ответственность за то, чем я занимаюсь, я нумерологии не влияю никак на людей, потому что я не даю... Вы сказали энергия, энергия по-всякому. Ну, энергия цифр, грубо говоря, да, вы даже откройте древние какие-то вещи, да, то есть троица, тройка, да, там, три единства. Так я это все очень хорошо понимаю, поэтому я у вас и спрашиваю. Я не думаю, что это безобидно, ибо я верю, что слово материальное, и даже слово, поэтому я и спрашиваю. А вот к вам какие люди приходят? Смотрите, ко мне как раз часто обращаются запросами, что я родился такого-то числа, что мне делать, какое меня ждет будущее. Вот это я сразу отметаю, потому что я против... У меня не астролог. Да, я против вообще любых прогнозов и нумерологических, и вот просто, допустим, у тебя есть дата рождения, да, и когда мы считаем твое число, так называемую нумерологию, число жизненного пути, там, шесть, например, да, там не фатально вообще все в нумерологии не фатально. То, что ты умрешь, там... Никогда. С другой стороны, и получается, знаете, как, может быть, будет, а может, не будет. Сто процентов. И ты точно так же можешь, в принципе, не проходить, никаких цифр не вычислять. Это и так, может быть, будет, а может, не будет. Смотрите, разрешите, я... У нас вот уже на две темы пошел разговор, тема коучинга и тема нумерологии подключилась. Вот коучинг, это прекрасно, потому что это работа с самим собой, без оккультных практик. Это самостоятельная работа с собой, которую каждый из нас и так проводит. Но когда есть некий тренер рядом, вот ты приходишь в зал штангу поднимать, он не поднимает же вместо тебя, он стоит рядом и говорит, давай, давай. Плюс и минус, есть определенное, естественно, определенное правило, определенная техника, которую он тебе ставит. И специалист, который рядом, он не делает вместо тебя, но с помощью правил и техники помогает тебе отвечать на твои вопросы. Все, оккультности здесь нет. В общем, нам надо мухи от котлет. Если мы переходим в тему нумерологии, астрологии, за прошлый год в России удвоилась продажа карт Таро. То есть у людей оккультность сознания, она растет. И люди, которые сейчас сидят и слушают про нумерологию, они могут подумать, что это правда. Но подожди, ты говоришь как раз. Никаких доказательств научных существования нумерологии не существует. Научное мышление, наше научное мышление говорит о том, что каждый тезис, каждое утверждение, которое мы заявляем, должно быть доказательно. Астрология — эталонная лженаука. Хиромантия — лженаука. Нумерология — лженаука. О нумерологии в научном сообществе даже разговора нет о том, вообще иметь это право на жизнь. Об этом даже разговора нет. Так что нумерологию, я думаю, вообще нет смысла обсуждать. Это как бы... Это развлечение. Это развлечение. Вот я этим тоже занимаюсь, как развлечение из-за этого. Это к науке вовсе не имеет отношения никакого. Если кто-то пришел и просто поговорил об этом, это развлечение. Но когда человек заплатил деньги, ему рассказали, что будет дальше или как поступать, исходя из этих знаний, и он с этими знаниями пошел дальше. Это развлечение. За развлечение тоже люди деньги платят. Я еще раз говорю, я против предсказательных систем. Таролог, нумеролог, астролог, который предсказывает, будешь, я против, я в этом не работаю. Фиромант, физиогономист еще есть. То есть этой нумерологией я не занимаюсь, и поэтому как бы я тут себя снимаю, да, а нумерологии просто цифры, что они значат, это мне интересно. Я вижу в людях, которые ко мне приходят, и с которыми мы считаем их там числа вот эти, да, что эти энергии на них влияют. Так как если Павел говорит, что этого не существует? Ну, всего Бога тоже говорят, не существует. Кто-то в него верит, кто-то ходит в церковь. То есть это... И Фагор бы с ним немножко не согласился. Давайте сейчас мы с вами прервемся буквально на минутку, потом вернемся и продолжим наше обсуждение. В смысле? Надо ли бороться с интернет-коучингом и как отличить настоящего специалиста от шарлатана, об этом говорим сегодня. У нас в студии Ксения Лицарева, руководитель научно-образовательного центра гуманитарных наук ВИАТГУ, Наталья Халтурина, коуч, и Павел Шапкин, предприниматель. Ну, мы уже с вами разговаривали, Павел, до ухода на перерыв, что вы обращались к коучам. А скажите, спрашивали ли вы у них какие-то документы? Нет. То есть просто доверяли? Вы их находили в интернете или через знакомых? Я смотрел по результату. То есть можно сходить на один-два сеанса, посмотреть, есть результат, нет, я чувствую эффект или нет. Если я чувствую, я могу продолжить. Если я не чувствую, я завершаю этот путь совместно с этим человеком. То есть с первым коучем занимался шесть месяцев. По истечении шести месяцев я понял, что уже как-то все, уже все свои запросы я разобрал. Сделал тайм-аут, пошел ко второму. Сейчас пока было два у меня сеанса, но вроде пока есть эффект. А юристы рекомендуют настоятельно спрашивать документы. Давайте послушаем, что говорил юрист по поводу инициативы и есть ли вариант вернуть деньги, если услуга не понравилась. Надо сказать, что тут появилась путаница. В любом случае, я вас уверяю, те люди, которые оказывают услуги, скажем так, ответственно и с пониманием, в любом случае у них существует либо статус индивидуального предпринимателя, общество с ограниченной ответственностью, вполне возможно и самозанятость. Но есть отдельные экземпляры, которые не оформляя ни одной вещи из вышеперечисленных, назовем это, статусом, пытаются оказывать какие-то услуги. И это в любом случае уже может подпадать под уголовную статью о незаконной предпринимательской деятельности при определенных условиях, конечно же. Поэтому хороший добрый совет, перечисляя денежные средства за что-либо, за услуги, за обучение, за товары, нужно всегда проверить, является ли та сторона, которая будет получать деньги индивидуальным предпринимателям, самозанятым, либо юридическим лицом. Если статус такой имеется, тогда вот все, практически все стороны уже давно урегулированы. А если это физическое лицо, тогда на ваш страх и риск. Как правило, при оказании таких услуг, особенно в онлайн, существует такой договор-оферта, который вы можете прочитать, изучить его и либо согласиться путем проставления той же галочки, да, либо отказаться от его заключения. Наташа, ты договоры составляешь? Нет, не составляю. Ну, как бы я еще раз повторю, что у меня есть статус самозанятой, да, то есть я плачу за свою деятельность налоги. Вот, и можно еще один вопрос затрону по поводу нумерологии и коучинга, потому что это действительно сильно разные вещи. В коучинг приходят люди достаточно высокого уровня сознания, да, а в нумерологию вот я как раз сталкиваюсь с тем, что люди приходят, которые, ну, гадалкам раньше ходили, например, да, сейчас для них это вот астрологи, нумерологи. И вот мне кажется, это вторая проблема поднимать уровень сознания людей, потому что, честно, приходят, знаете, с какими запросами? Я живу там в шестой квартире, что мне делать? Вот куда мне, в какую квартиру переехать, чтобы у меня деньги там появились? То есть вот люди... Так, потому что ты сама говоришь, что это энергия, цифр. Но я не говорю о том, что только переехав в квартиру или там поменяв свое имя, у вас что-то поменяется, ну, менять мозги надо. Здесь как бы оно так не работает, да, что вы там талисман себе купили, это тоже вот какая-то обрядовость получается у нас. Ну, мне кажется, что все равно какие-то документы нужны, договоры. Вот это хорошо, что, Павел, вы такой умный человек, который может понять с первого сеанса, и даже можете позволить себе купить этот первый сеанс, да, и потом отказаться от работы с коучем. Не все ведь такие осознанные... Некоторые последние деньги несут коучу, да, в надежде, что что-то изменится. Вообще тема стала развиваться где-то в пандемию, когда все сидели дома, значит, у всех был свой какой-то микроблог, либо блог, либо инстаграм-страничка, либо там, ютуб-канал, и все думали, как зарабатывать деньги. И вдруг для всех открылась возможность, что можно продавать какие-то образовательные курсы, либо коучинг, либо обучающие курсы. Делаешь реснички на своей страничке в инстаграм, быстренько запилила... Гайд. Гайд по ресничкам, кто-то бровки делает. И все неожиданно стали преподавателями в нашей стране. Все. Они продают свою экспертность. То есть я уже добилась в этом деле что-то, я теперь могу обучить других. В этом так-то ничего плохого ведь нет. У меня есть 10 тысяч подписчиков? Нет, у меня есть 10 тысяч подписчиков, я расскажу, как тебе достичь 10 тысяч подписчиков. Ну, почему нет? Нет, нет, я просто говорю, что вот именно в пандемии это все расцвело. Поэтому не только в коучинге, это абсолютно везде. Каждый специалист в своем деле начинает обучать. Ну, вот вы понимаете, я слушаю с большим интересом, да, вот. Но меня вот что пугает на самом деле, и всегда пугало, понимаете. Вот наша передача называется «В смысле», да? А я о смыслах. Понимаете, ну, хорошо, если это реснички, допустим, ну, лишь бы не выпали потом. И хорошо, что это бровки, да, или там мы подумали и покопались в себе. А если это что-то более серьезное? Понимаете, если под видом якобы, то есть я не о присутствующих, конечно, но под видом якобы каких-то там обучений, ведь, понимаете, вот это известные окна Авертона, да, этим людям, которым, как вы говорите, там шесть цифр, и они думают, что к ней все притянется и так далее. Можно ведь внушить тогда все что угодно. Абсолютно точно. Понимаете, если юрист говорит, вот давайте договоры, давайте налоговик, налоги и так далее, вот вы говорите все успех, мы все говорим о деньгах, но ведь вот Павел-то, он сразу в себе, вот он все как-то к себе, все покопаться в себе, в таком интересном, видимо, да, ну и в других. И ведь, понимаете, это, опять-таки, большая ответственность, а кто контролирует-то контент-то, можно я спрошу, контролирует-то кто? Так даже если Госдума вот это вот все примет, реально, кто будет отслеживать? Ну, кто будет эту кольцсию проходить? Кто контролирует? И вот эту массу людей, у которых 300, я знаете, на что подписано на эти, у меня много, как готовить, вот я как включу, и вот они там режут чего-то. А вот вам будут курсы продавать, как приготовить салат. Вы бы стали покупать? Ни за что, конечно, зачем я? А продавать? А если я передо мной скажу, слушайте, вы прекрасно готовите салаты, давайте с вами сделаем быстренько 7 видеоуроков, как приготовить такой-такой-такой-такой-то салат, за каждый урок выложим в интернет, за каждый урок продадим обучение, заработаем 100 тысяч. Нет, вы знаете, я вот хожу там лекции какие-то, читаю, да, вот это, пожалуйста. То есть я здесь, ну и вы бы не стали заниматься, вот как Наташа сказала, что я только в том, в чем специалист. Так она и говорит, нужно продавать свою экспертность. Почему вы, Ксения, саняши в Анне, да? Вы тоже можете свой курс создать, видимо, отсталый человек. Чувствуете, да. Я все бесплатно, ну не всегда, конечно, но... Можно лекцию читать в аудитории, а можно читать ее в интернет-аудитории для тысячи. Вот муж все подбивает, говорит, ну давай, давай. Может и придет такое время, когда я думаю, это делать. А вот кто контролирует контент? Вот кто контролировал Кашпировского, который десятки миллионов людей, как бы заряжал не воду заряжал, а заряжал мозги на оккультность мышления. И потом эти родители сейчас учат детей своих о том, что есть сглазы какие-то существуют. Это же абсурд. Вы понимаете, что вот если реально посмотреть статистику, что количество карт Таро увеличилось в два раза, продажи, это говорит исключительно о том, что... О низком уровне сознания, вы знаете, я расскажу. И поэтому буквально последнюю мысль. Поэтому кто контролирует контент, наши главные враги, действительно, вот те, кто развивает... не в смысле, а как... А те, кто развивает низкий уровень сознания. Поэтому наш главный враг — это шоу экстрасенсов. Когда они на полном серьезе, без сносок в начале и конце, что это шутка, розыгрыш, что это не имеет отношения к действительности, рассказывают, что оказывается экстрасенсы могут убийство раскрывать. И человек сидит и думает, что это действительно правда. А потом он находит у себя у двери скрученный комочек волос. И думает, что... Да, или землю под кудриком. Это магическое мышление называется. И думает, и думает, что его сглазили, или с другой бабки на антисглазили, шо там это... Вот с чем реально нужно бороться. Я была свидетелем, вашу тему поддержу, свидетелем в книжном магазине. Я вот лично, когда... Ну, мальчик, он второклассник. Эти вот, где всякие сибирские вот эти, которые... Эти бабки-знахарки и так далее. Вот эти все эти... Как это? Заговоры, да? И он ищет, ищет... Ну, мы уж с продавщицей. Да, ребенок, а что ты ищешь, детка? А говорит, я хочу такое найти, чтобы я вот это прочитал, и училка, извините, сдохла. Понимаете? Вот, и он, правда, а это же тьма этих книг, причем много, и тиражи большие. Но, опять-таки, вы ведь тоже говорите про успех. А что такое успех? Успех ведь это только карьера и деньги. Но цели могут быть... Нет, успех, это так и есть, это вы прочитайте. То есть, если говорить о человеке, то есть о его душе, о его поведении, вот мне просто отрадно, что вы говорите, вы сказали слово сознание, вы говорите слово лженаука, да? И, тем не менее, вы, мы, или, ну, так скажем, вот эта вся масса направляет только на успешность, на зарабатывание только денег. А может, к чему-то более высокому? Ну, я, как бы, может, что-то не то говорю. Но ведь никто об этом не задумывается, на самом деле. И вы тоже. Вот столько-то денег, а в деньгах ли счастье? Или только ли в них? Без них, конечно, никуда. И плохо быть там бессребренником, и, как вы говорите, сидеть, и закусить там руку, и терпеть. А может, иногда и надо потерпеть. Просто, мне кажется, этим занимаются, но другие люди, да? То есть, если коучи, тренеры успеха занимаются успехом, то то, о чем вы говорите, душой и так далее, занимается искусство, например, да? Там какие-то, может быть, и религиозные организации разных уровней. Ну, как-то туда люди не бегут, и не бегут покупать, я не знаю, там, Пушкина, с Гоголем, да, все на мусорки выбрасывают. А вот карты Тарон бегут. А тут же, кстати, вопрос к педагогам, потому что, возможно, педагоги... Не привели любовь к Пушкину. Не заинтересовали Пушкину. Да почему и тут гадалкам, а не читают Пушкина? Нет, вот, знаете, вот я благодарна Павлу, он не стал опровергать, он все-таки джентльмен, он не стал опровергать, что слово материально, да, что это лженаука, да? Сейчас большие исследования, и не только у нас, ну, у нас это Черниговская, да, Марианна Вулф, вот ее прекрасная книга «Прустый кальмар». И очень любопытно там, да, как мозг работает при чтении, например, да, что даже от вида письма, ну, допустим, это иероглифы или это наши буковки, да, разные участки мозга работают, и что человек развивается только читая. Но вот любопытно, не это, вот для меня это загадка, понимаете? Вот вы говорите, да, это вот педагоги, так уж сколько раз твердили миру, понимаете? Сколько раз говорили, и уже что только не придумаем. И тем не менее, люди идут к астрологу, к этому, ну, нет, не нумизморологу, к астрологу и так далее, и к коучу идут, понимаете? А я, вы знаете такую игру «красное и черное»? Да. Ужас. Ужас. Мы бы в нее поиграли. Это было огромное потрясение, вы знаете, наш коллектив, который был на курсе... Когда начали друг друга, это... Это ужасно, да. А когда я играл, мы выиграли с моими товарищами в эту игру. Вы не считаете, что это ужасно? Нет, в смысле это... Нет, это потрясение большое, это выворачивание наизнанку, вот это тоже, вот, знаете, большой вопрос, а можно ли и нужно ли, и когда, не знаю. Если вернуться к вопросу рассмотрения в Госдуме, то мы провели тоже опрос в своей группе ВКонтакте, спросили у кировчан, как они считают, нужно ли узаконить сферу инфобизнеса. Большинство сказали, что да, нужно, инстакоучи сейчас море развелось, некоторые из них продают воздух, а нереальные знания и навыки. И второй самый популярный ответ – нет, не нужно, это не подействует. Как продавали курсы, так и будут продавать. Вот я так и думаю. Потому что инструментов, как продать свои курсы, их множество. Сегодня вам запретили одну форму продаж, завтра сделают телеграм-канал закрытый, куда подписку я буду продавать, и там буду что-то рассказывать. Запретят телеграм-каналы, я сделаю в ТикТоке свой канал. Но с другой стороны, у человека же выбор появится, спросить лицензию, там, ну, допустим, вот я за, как раз по этой причине. Я так приходит. Коучи мне так приходят. Ну, в этом плане тоже. Нет такого, что я сидел дома и неожиданно в интернете решил загуглить, а какой мне коуч сходить. Как правило, это рекомендация. Как правило. И поэтому, как их бабки-гадалки ходят. Тоже по рекомендации. Тоже по рекомендации. Да, и к врачу. Сходство. Я вот последний хотел сказать, я прибыл. Хорошо. Вот очень приятно слушать, конечно, вас. Самое приятное, что трибуна эта у вас появилась сегодняшняя, вот вы выступаете про Пушкина и про литературу. Я всегда вы не поверите про литературу. Мне непонятно, знаете, что? Почему вот у вас, слушаю, и у вас время или-или. У вас или с коучем позаниматься, или, извините, я это делать не буду, я пойду литературу посчитать. Почему нельзя выбрать и-и? Почему я не могу... Нет, у меня выбор совершенно конкретный. Нет, вы же сказали, что каждый выбирает. Каждый выбирается для себя, выбирает уже как умеет. Давайте все попробуем. Нет, я аж призналась. И видите, и в красный, черный я поиграла, и к психотерапевту сходила. И все увидела, но, понимаете, в какой-то момент спасение ведь только в тебе самом. Конечно. И ответы на все вопросы только в тебе самом. Понимаете, человек словно в зеркале мир многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик. Понимаете? Поэтому, ну, да, может, кому-то просто необходимо обратиться. Может, если я захочу заработать деньги, в чем я глубоко сомневаюсь, вот, что я их смогу заработать. Я прийду к Наталье, скажу, да, давайте вот мне подскажите, как. Но, знаете, мой жизненный опыт все же, я уж тут, как бы, скажем, старейшина, вот, мой жизненный опыт все же, ну, как-то подсказывает, что все равно только в себе. Только ты должен искать резервы в себе. А если говорить о том, как стать успешным и счастливым, раз уж за этим коучем идут. Вот как вы думаете, что нужно сделать? Надо институт закончить? Надо Пушкина читать? Что надо сделать? Что надо сделать, чтобы быть успешным? Надо уметь зарабатывать деньги. А для этого надо идти коучем? Да, определенных нет. Я думаю, что все равно это какие-то наклонности. А быть счастливым, ну, я не знаю. Я бы сказала, все равно такое наше русское слово радость. Вот то, что приносит радость по-настоящему. Что для этого делать, я не знаю. Потому что абсолютно быть счастливым, абсолютно быть успешным невозможно. Ну, согласитесь, в жизни бывают взлеты и падения. В жизни все бывает. Разве нет? Разве у них этого нет? Разве мы не страдаем? Разве нас не бросают? Разве мы не болеем? Если ты все время радостен и успешен, это психбольница, представляете? Или рай на земле. Но институт, я не думаю, как вы говорите. Пушкина почитать? Ну, я не всегда Пушкина читаю лично. Ну, я не знаю, что. Вот это вопрос, наверное, не ко мне. Но да, в критический момент, что помогает? Только слово, наверное. И энергия. Павел, вот как вы думаете, вам что помогло добиться успеха? Наклонности, как говорится Ксения Станиславовна? Способности, конечно. Высшее образование? Нет, нет. Я думаю, что люди, патологически стремящиеся к деньгам, это какие-то детские девиации, сто процентов. Потому что, ну, я уже позже с годами осознал, что желание зарабатывать денег, это была попытка доказать окружающим, что я, ого, я могу. И этому содействуют социальные сети, которые развивают этот паттерн, все показать, показать все есть, все, что есть. Поэтому с годами я понял, что в детстве, когда там неожиданно семья обеднела в один день, и я понял, что все, теперь я забочусь о маме, этот день позволил мне потом заняться бизнесом. И, скорее, наоборот, люди, стремящиеся в бизнес, они чуть где-то, может быть, травмированы. А люди, которые не стремятся к деньгам, они обладают возможность насладаться счастьем, которое здесь нас окружает. Снег идет, дождь идет, солнце светит, прекрасные дни. Но только предприниматели реально на своей шкуре могут осознать, что деньги и счастье вообще не коррелируются. Взаимосвязи между деньгами и счастьем нет. А, скорее, это даже бывает наоборот, когда полученные деньги превращают тебя в раба. И все, что ты получаешь в ответ взамен этим деньгам, это страх их потерять. Наташ, ты не говоришь, наверное, такого своим клиентам, когда они к тебе приходят с запросом заработать много денег и стать счастливыми. Очень говорю, потому что я абсолютно считаю, что коучинг, психология, все это, это костыли, абсолютно. И человек в пути за своим счастьем, это все просто какие-то, не знаю, инструменты дополнительные. Мы все хотим жить хорошо и богато, но я сама не в поиске успеха и денег абсолютно. Мне важно найти как раз вот свое там счастье, свою радость, которая, я согласна, не заключается там только в деньгах. Вот, поэтому это просто инструмент, когда человек хочет жить полноценной жизнью, хочет развиваться, развивать какие-то качества в себе. Но самое крутое, когда вот есть внутренняя опора, и тебе вообще никто не нужен. Ни коуч, ни психолог, ни нумеролог, ни таролог. И я бы хотела, чтобы к этому люди и шли. Но пока, к сожалению, низкий уровень сознания и возможность заглянуть за занавесу, погадайте, что со мной будет завтра. Поэтому во всей этой системе коучинг профессиональный, это, мне кажется, наиболее нормальный костыль, потому что для меня это все как бы костыли. Но все-таки я думаю, что зрители, которые посмотрят нашу программу, сделают свои выводы и как-то будут думать, прежде чем выбирать каких-то специалистов в интернете и отправлять им свои деньги. Можно я вас вопрос задам? Вы, наверное, готовили когда передачу эту, нашли ли вы какие-то отзывы негативные, чью жизнь разрушили вот такие эксперты? Мне даже само интересно. То есть вот есть ли какие-то люди, кто прям попались, кто там потерял, огреб? Есть люди только, которые жалуются, что они потеряли деньги. То есть они в какой точке были, а не в той точке остались. И они потратили деньги. И в этом претензии. Ну, мы не искали целенаправленных каких-то прям жертв коучинга, как и, собственно, тех, кого сделало это счастливым. Да, Павел, что вы хотели сказать? Да нет, но в общем, по контексту нашей программы, понятно, что слово коуч в данный момент уже имеет негативную красоту. Это, ну, так уже получилось. И наша риторика, в общем, скажем так, мы тут защищаем, да, с Натальей, вот, а вы нападаете, да, на коучей. Просто, вот я что хочу сказать? Все в жизни должно быть в меру, и все должно быть на осознанном уровне. Я могу пойти в зал, в тренажерный, начать ходить туда семь раз в неделю, нанять трех там тренеров, и, да, я стану каким-то там супертренированным, да, спортсменом, но по факту, что превратится в моей жизни? Это же ужасно. То есть это тоже форма зависимости, форма там, ну, ухода от реальности в зал. То есть все в жизни, чем бы я ни занялся, должно быть в меру. Вот это самый главный, как бы, наверное, тут принцип. А если я, конечно, в коучинг сейчас нырну с головой только на коуче, все, я решение не принимаю, мне нужна помощь коуча, а коуч говорит, нет, ты ответственен, и я в итоге вообще растерялся, что делать. Да, конечно, вот видите. Я в итоге растерялся, то есть это плохо. Но экспертов и блогеров, вот, их нельзя считать коучами, все-таки это разные вещи. Вот я же буду тренером, представляете. Проходите к этой теме. Это следующая программа, нет, у вас так это на высоком уровне начитанность. Видно, что вы эту статуу можете где-то вставить, так что нормально, продадим. Я думаю, продадим. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня, пообщались с нами. Я напомню, что у нас в гостях были Ксения Лицарева, руководитель научно-образовательного центра гуманитарных наук ВИАТГУ, коуч Наталья Халтурина и Павел Шапкин, предприниматель из рейтинга Forbes. С вами были Надежда Ведерникова. И Екатерина Зубарева. Спасибо. До свидания. Спасибо всем.